Всем привет дорогие друзья, с вами Санёк, мы с вами в игре Дизганри Жизнь. После сегодня я вам покажу, где находится орда у поезда смерти, где она сидит днём и где её можно найти ночью. А также количество фриков в этой орде. Находится она, ребят, в регионе Каскады. Посмотрите, здесь место кормёжки, место водопоя, а также место дневного ночлега. Эта орда всё, в принципе, находится в одном месте. Эта орда насчитывает 50 фриков, и если вы сюда приедете днём, то, конечно же, в самом поезде вы и найдёте эту орду, которая там будет сидеть и дожидаться ночи, чтобы потом выбраться, пойти на водопой или пойти на место кормёжки. Давайте посмотрим на эту орду, то есть вы прибыли на это место. И вот этот мост, на мосту стоят вагоны поезда, и внутри как раз тусуются фриканы. Чтобы легко победить, ребят, эту орду, здесь не нужно особо заморачиваться. Вам достаточно фриков сагрить на себя, довезти их до бензовоза, который находится тут неподалёку. Просто подорвать его, и почти вся орда сразу погибнет. Но если там останется какая-нибудь парочка фриков, то я думаю, у вас проблем не составит их спокойно добить. Фрики, смотрите, сагрились, я дал немножко выстрелов по вагонам, они меня услышали и побежали за мной. И теперь мы бежим спокойно к бензовозу, ребят. Кто не знает, где бензовоз, смотрите, где он находится, я думаю, у вас проблем не составит его найти. Даже если у вас нет под рукой ни одного манка, чтобы подманить бензовозу всю орду, вам достаточно просто рядом пробежать с ним, чтобы орда была как можно ближе к нему. Подрываем его и смотрим, сколько фриков осталось. Из орды в 50 фриков осталось всего 4. Я думаю, результат налицо, как вы считаете. Но оставшихся можно, в принципе, просто добить бочками, которые здесь тоже встречаются. Но если не хотите тратить бочки, а хотите их оставить на будущее, не знаю для чего, конечно, можно, конечно, расстрелять из огнестрела, который у вас есть, или забить его копашку, опробовав свои навыки ближнего боя. Но это уже на ваше, конечно, усмотрение. Ну вот и все, ребят, днем мы орду этого поезда смерти уничтожили. Теперь самое время к нам перейти к месту кормежки, там, где орда кормится. Давайте посмотрим, переходим в ночное время суток. Ну а ночью эта орда находится как раз в том месте, где мы сейчас только что добивали орду с помощью бочки и взрывали тот самый бензовоз, ребят. Чем сложно уничтожение орды ночью? Тем, что еще местные фрики, которые не входят в орду, могут также вам здесь пакостить и как бы увеличивать количество орды за счет того, что они тоже здесь на этой местности тусуются. Помимо 50 фриканов вы можете на себя сагнуть еще ближайших фриков. Но это не важно, если десяток другой фриканов еще прибежит, будет даже веселее. Но орду мы убиваем, в принципе, так, как вам угодно. То есть, опять же, бочки взрывать, можете опять ее довести, допустим, до того же самого бензовоза, ну или просто провести их по бочкам и вот канистры повзрывать. Тоже, кстати, зрелищно и прикольно. Хотя бы немножко какое-то разнообразие внесет в игру. Бежим дальше, ребят. Вон там бензовоз, как вы видели, тот самый, который мы использовали до этого момента. И снова повторюсь, ребят, убить бензовозом эту орду самый действенный способ. Ну а если хотите немножко побегать и разнообразить свой геймплей, опять же используйте бочки. Две-три таких бочки выносят почти всю орду. Оставшихся фриков вы добьете без каких-либо проблем. Все, мы уничтожили с вами орду в том месте, где они кормятся. И теперь давайте посмотрим, где они сидят у места водопоя. Обратите внимание, ребят, на карту, которая сейчас перед вами появляется. Место водопоя находится вот тут вот вверху, находится такое озеро. И там как раз место водопоя. Вот мой байк, вот это место, где фрики пришли попить. Жажда их замучила, ребят, после того, как они покормились. Как только вы прибегаете на эту орду, уничтожайте ее как хотите. Вот они здесь у воды тусуются. Но я рекомендовал бы вам один интересный способ, который облегчит вам убивать, опять же, эту орду. Если там у нас был бензовоз и бочки, которые выносят ее на раз-два, то здесь немножко поинтереснее. Здесь рядом находится такая водонапорная башня. Вот, и как вы знаете, фрики не умеют лазить по лестницам. Да, ребята, они не умеют по ним лазить. У них с этим какая-то большая проблема. Но мы как раз воспользуемся этой их слабостью, ребят. Забираемся на водонапорную башню. И вот здесь, если развернуться, посмотреть вниз, вы увидите, что фрики бегают под ней, пытаются там как-то вас достать. Если у вас есть фугасы, гранаты или какие-то коктейли молотого, просто кидайте вниз, и часть орды будет просто сама собой уничтожаться. Если есть монок, будет вообще замечательно. Киньте вниз монок, они сбегутся и прямо на макушку им фугасик. Вот и все. Пару фугасов, большая часть орды просто умирает. Если, друзья, у вас закончилось метательное оружие, просто спускайтесь вниз, и можно уже спокойно расстрелять оставшуюся часть орды, не особо напрягаясь. Я думаю, вы с этим справитесь. В принципе, здесь никаких сложностей быть не может. Но у меня, как всегда, возникают сложности фрики, почему-то меня очень любят, и вырваться из их лап иногда бывает очень сложно. Но сейчас дело остается за малым, нам нужно добить оставшихся фриканов. Я их поджигаю, чтобы он ночью зарел с такими яркими красками огней, достаю свой автомат и начинаю их спокойно расстреливать. Тут, ребят, фриков чуть-чуть остается, поэтому можно спокойно их здесь добить. Ну, может быть, возникнет такая проблема, что некоторые фрики могут оказаться местными, и орда увеличится за счет местных ребят, которые в нее не входят, но хотят, чтобы их туда приняли, в эту орду. Добиваем их, и, в принципе, все, ребята, орда у поезда смерти, у места водопоя уничтожена. Нам в этом помогла, кстати, водонапорная башня, которую я вам тоже рекомендую использовать. Ну, а на этом, ребят, я с вами прощаюсь. Если вам видео было полезным, и если оно вам понравилось, не забывайте поставить лайк, если кому интересно, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами был Санек, всем счастливо, всем пока, и до новых встреч в новых видео по нашей любимой игре, Days Gone или Жизнь После. Счастливо!